Всем привет, меня зовут Даша, я на моём канале, вот Алексей. И часто бывает, ребята, такое, что, ну, насколько вы знаете, начну предысторию, да, Алексей психолог, и бывает он ездит по работе, по психологии, как бы, да, и когда он уезжает, ему часто бывают такие моменты, что ему не хватает меня, мне не хватает его, ну, бывают такие моменты, да, а чтобы ему как-то больше меня хватало или что-то в таком духе, я достала ему вот такую интересную штучку, чтобы ему меня хватало, многозначено, многозначено. Учитывая, что у тебя такого нету. У меня так холодно. Открывай. Это брелок на ключе, но посмотрите, какой брелок, ребята. Немножко. О, какая же, с этой, с гравировкой. Это чтобы мне напоминать, о том, что себя нужно беречь. О том, что себя нужно беречь. Вот. Мы зашли в чекен-пиццу, я, кстати, ещё заказала вот эту вот штуку, это, наверное, одно из лучших таких, которые шерсть снимают, ну, скрипков, которые снимают шерсть кошачьей. Мы про тесте, мы покажем вам. Лёшке я взяла американо, тебе сахар в него добавить? Да, конечно. Вот, сахар в американо. Себе я ещё, Лёшка себе взял тортик, а я себе взяла наггетсы, ну, не знаю, чего-то захотелось формата наггетсы. А тебе три пакетика или четыре, или больше? Четыре, наверное. Сейчас, да, палочка. То есть вот такой вот брелок на ключе. У тебя просто брелка на ключах вообще никакого нету, как бы, да? Они у тебя бесходные, без брелка, короче, скажем так. Поэтому я тебе и достала такой брелок. Там была куча разных брелков, но мы вместе с подписчиками выбирали гравировку на гравировке. И было обсуждение, и гравировки. Но я всё-таки определилась даже не то, что сказали подписчики. Они всё-таки склонялись к другому варианту. Они склонялись. А я всё-таки выбрала именно этот вариант. А, ты даже спрашивала у подписчиков. Ты даже спрашивала у подписчиков. Ну да, оправд сделала, но я всё-таки выбрала не то, что положили подписчики, да, то, что им понравилось, а то, что вот мне почувствовалось по сердцу. А что понравилось подписчикам, интересно? А подписчикам я сейчас тебе покажу, что им понравилось. Сказать? Интересно, ага. НЕ! Доброе утро! Ребят, я приснулась. Сейчас мы займем в СРБ. Я хочу просто даться. Попытаться. Подлупаться. Вот, что захотелось. Знаете? Я расскажу вам, что, когда придем. Сегодня немножко уезжает по работе, а я и дома. Вот. Мне еще нужно будет опять поместить, или провалитосить на мусор. Потому что я это делала позавчера, по-моему, да. Но нам все равно это насыпало мусора. Насыпано. То есть это нужно делать... Ну, я не говорю каждый день. Каждый день это закалит дождь. Но через день это делать... Ну, знаете? Ой. Но еще и эти дни, ребята, пошли. И... У меня дико исполнит мой живот. Потому что месячный это раз. И во-вторых, у меня болит голова довольно сильно. Но болит она, я не знаю, на месячный. Может ли болеть голова или нет. Теоретически может, наверное. Ну, т.е. на месячный и... Не на месячный. Это мой. Это я не могу сказать. Но это ладно. Ладно. Честно говоря. Ага. Мне нужно сегодня... Мы ведь вечером обезала, чтобы помыть голову. Сегодня мы хотели пойти опять на волонтерство. Ну, у меня настолько все спазмит здесь месячный. Болит голова, что я поняла, что я просто обезла все утра. Да? А нам доходить нужно было до 10-18. Ну, и ровно в 8. И я поняла бы, что я просто теоретически не дойду. Поэтому я решила, что ладно. Сегодня это самое. А в воскресенье там очень нужно будет быть на волонтерстве. Поэтому, думаю, до воскресенья я как-нибудь себя... Что так сказать... Подниму окном и все будет нормально. До воскресенья я как-то приду у себя. Будет говорить так. Доброе утро. Я проснулась. Вот. Что я думала. На месяц плане настрыка. Ну, как с плане настрыка. Я одну пальчик буду посчитать. Уже одну пальчик. У нас есть? Ладно. Я хочу еще кольку купить. Кольку. Кольку. Понимаю. Ну, и после этого... После этого сразу домой. Кольку. Кольку. Хватит. Я сейчас на маркиз разбудила. Я сплю, у меня подходит маркиз. Начинает благословиться. Ложиться на меня. Я такая маркизонька. Ну, говорю, ну, коочек. Ну, и он начинает помнилась. Не страшно. Пора уже было по времени просыпаться. Уже что-то в 10, наверное, это так. Пора. Ребята, однозначно пора просыпаться. В общем, мы решили все-таки зайти перекусить в чекен-пицце, позавтракать. По кусочку пиццы взяли, по тортику. Почему, короче, я решила в чекен-пицце смотреть. Если бы мы купили, вот я хотела взять какое-нибудь сало, тем более у нас яйца, как бы, да, там, сало-колбаса, там, плюс какой-то сыр. Ну, это плюс-минус получилось бы рублей 400, да, то есть, ну, это без учета сигарет, без учета воды, без учета, там, каких-то, вот, чего за кого. Рублю 400-450 это получилось бы. Здесь мы потратили сколько, скажем? На что? Чекен-пицца и тортики. Мы взяли два тортика. Лёшка взял себе, как твой тортик называется, трюфель. Я себе Наполеон взяла, который я, кстати, не доела. И взяли по кусочку пиццы, я себе еще чай взяла, это здесь. И, ну, да, чисто завтрак. Сейчас, Лёшка скажет по суммам, что мы на тортик обратили, что на 10. Я не взяла с собой микрофоны, потому что я не думала, что мы сюда пойдем. Это мне кбшки, где я пришла, потому что мы позавтракаем сюда. Вот. И скажем, там нет. 284, 257. 284, 257. Это сколько в сумме? 540 рублей. 540 рублей. Ну, собственно говоря, мы потратили 540 рублей. Ну, где-то рублей на 100 может быть дороже, чем с красным белым. Но, тем не менее, во-первых, мы не готовили. Мы дома не мыли посуду, не готовили. Это самое, это во-первых. Во-вторых, оно по сумме получилось плюс-минус одинаково. Да, плюс-минус, да? Вот. То есть иногда, иногда можно выходить кушать в кафешке. Например, мы как-то с Лешей поужинали пиццы. Я выкладывала это видео. Мы поужинали пиццу в Додо Пицце, которая получилась 300 рублей. А так мы бы пришли на эти 300 рублей, купили картошки, купили сосисок, купили еще чего-то. Да, при том на один раз, как мы, фактически. И поужинали бы только приготавливая какую-то еду. То есть иногда, не каждый день, конечно, но иногда. Все-таки можно выходить или ужинать или завтракать или обедать в какую-то кафешку. А оно по сумме примерно получается. Понятно, что если тебе нужно, чтобы какой-то продукт остался и на следующий день, например, ты варишь туп и хочешь, чтобы он остался и на завтра, да? Тогда, соответственно, проще купить продукты и сварить этот суп, да? Но если ты понимаешь, что тебе не критично, чтобы оставалось на завтра, и ты можешь еще приготовить завтра, да? Тогда ты вот так вот закупаешься. Я завтра, ребят, хочу узнать у Лёши, когда он завтра возвращается. Я до возвращения Лёши хочу зайти на рынок и на рынке взять помидорку какую-нибудь, огурчик немножко там, что-то такое, сделать такой вкусный завтрак, но чисто, знаете, из раздела, так как Лёшка возвращается утром, скорее всего, и сделать завтрак из раздела чего-нибудь такого простого, но прикольно вкусного. Какие-нибудь помидорки нарезанные, какой-нибудь кусочек салка, еще что-то, чтобы оно было классно, хочу сделать. И приезжать себе два недорогих качанчика кукурузы, сейчас бундиоэльевская кукуруза по 50 рублей за качанчик. Именно бундиоэльевская, там есть по 10 рублей, но это не бундиоэль, это кормовая, она не сладкая, она такая, не очень вкусная. А это бундиоэльевская, которая сладкая, потому что Лёша не очень любит именно, я уже рассказывала, почему я говорю о кукурузе. А, я люблю, и мне два качанчика на один раз как раз то, что надо. То есть мне больше не надо. И хочу затронуть тему блокировки Ютуба, то, что мне начали писать в комментариях, что Ютуб не работает, переходите на Дзен и так далее, и так далее. Собственно говоря, то есть мне пишут все комментарии, и Ютуб начинает глючить, да, как бы у людей. У меня он не глючит, и я могу рассказать вам, почему. Для этого вам нужно перейти ко мне в Телеграм-канал, и я расскажу, почему у меня не глючит Ютуб, да, то есть, и как сделать так, чтобы он у вас не глючит. Просто переходите в мой Телеграм-канал, заходите туда, и если вам это будет интересно, я расскажу, и пишите там плюсики, да, в Телеграм-канале, чтобы я знала, что вам это интересно. Я расскажу историю, да, я расскажу, что, как и почему, типа. Вот, если вам это интересно, а если же нет, ну, значит, как бы, у меня, в принципе, все не глючит, и на то есть причина, я эту причину расскажу, и если вы узнаете эту причину, то и у вас глючит тоже не будет. Так вот, следующее. Ну, и закрываться, и так далее. И, собственно говоря, на Дзене, ну, я не знаю, я никогда не работала с Дзеном, никогда на нем не сидела, я пыталась как-то там создавать каналы, выкладывать ролики, пыталась дублировать раньше. Там, по-моему, два ролика моих на Дзене висит, кстати, да, два ролика висит, как-то на Дзене, еще с Москвы. Ну, что-то там так все неудобно, боже, как там все. То есть система совсем не оптимизирована, то есть как-то неудобно сделана, ну, да ладно, это мы еще поизучаем, может быть, перейдем на Дзене, ну, не перейдем, а будем хотя бы и туда, и туда выкладывать, потому что у меня здесь есть подписчики не только из России, но и из других, скажем так, городов, как бы, ну, из других стран, типа, да, а на Дзене могут смотреть те, кто из России, то есть и там, и там, в принципе, да, ну, как бы, этот вопрос мы решили. Я не взяла микрофон, я не предполагала, что это не за хэшком, но я просто шумы уберу, там, погромче сделаю, все будет нормально, типа, при монтажке. Сегодня вечером помонтирую, вчера, сегодня же вечером выйдет этот рог, вероятно, или завтра утром, потому что я вчера не снимала ничего, я сняла кусочек, доброе утро, я проснулась, и все, понимаете, на этом, что я вчера снимала, ничего, в принципе, не снимала вчера, вот, в каком духе, я заказала дентин-пасту, потому что это нужно для моих зубов, то, что нужно для моих зубов, как бы, а вчера еще сняла, как я Лешу бревок подарила, вот, я, кстати, не знаю, одел он на свои ключи его еще или нет, но это уже, я не могу сказать, на ключи, на рюкзак, то есть, я не могу сказать, пока не одел, но я думаю, что, то есть, да, это самое, его нужно будет сегодня из тем, какие мне нужно, это, собрать Лешу в дорогу, то есть, ну, то, что он скажет ему, положить, да, как бы, чтобы он с собой взял то, что нужно, как бы, вот. И помимо этого, помимо этого, разобраться сегодня со своей едой. В плане того, что когда Лёшка пойдёт, я скорее всего пойду его провожать. Ну если у меня состояние будет лак, потому что у меня сейчас голова давит жестко и месяц у нас пазмёт. Вот если всё будет ток, то я пойду его провожать, заодно зайду котом за нямкой, ну или в любом случае я котом за нямкой пойду. Вот, возьму себе скорее всего какого-то доширака, потому что ну а что? Я не знаю, просто сильно так, когда Лёша умеет укушать, прям настолько прям, что ужираться не хочется, да? Всё-таки всякие блюда готовятся чаще скорее даже и для Лёши, потому что если бы Лёша рядом не было, то я бы дошираками питалась и на этом забивала бы свою жунду к этим и на этом бы всё к нему, да? А так как Лёша, мне хочется его баловать, радовать, готовить ему всякие вкусняшки, то есть у меня вот как бы... То есть когда я сама, у меня смысла такого нету, поэтому себе скорее всего я возьму доширак, возможно какую-то сосиску и, возможно пару огурчиков чисто так, чтобы... Вот... А завтра утром, когда Лёшка будет возвращаться, я схожу на рынок, возьму там чего-нибудь интересненького и сделаю вкусняшку, то есть мне нравится для кого-то готовить. Когда я готовлю сама для себя, ну, я, конечно, это делаю довольно иногда, с тем соображением, чтобы не забивать свою желудок гадостями, учитывая, что у меня гастрит и так далее, и так далее, и так далее, да? Но чаще всего всё-таки всякие дошираки меня спасают. Короче, ребят, мы пошли, мы уже пришли домой после чекен-пиццы, и после этого мы пошли на улицу в Сбербанк, потому что Сбербанк сначала попытался заблокировать мне полностью счёт, у него это не получилось только потому, что, как я почитала информацию, для того, чтобы заблокировать счёт, на карте должно быть ноль, а у меня там 19 копеек, типа, и поэтому у них это не получилось, но попытка была. И они отказывают в обслуживании карты, потому что я попыталась, после того, как не увидела никаких карт, что счёт заблокирован, попыталась, ну, карта заблокирована, попыталась оформить новую дебетовую карту, мне написали, что не могут мне выдать карту, но отказано в обслуживании. Поэтому сейчас мы пойдём в Сбербанк, разберёмся, что не так, потому что, вон, на фоне уже сзади Сбербанк виднеет, вот у зданицы. Мы сейчас перейдём к Сбербанку и посмотрим, что, как, потому что, потому что я, я не могу сказать, что не так. Они хотя бы, они написали, что, типа, с причиной отказа можно ознакомиться на сайте, я перехожу на сайт, никаких ссылок на причину отказа я там не нахожу, вообще не нахожу ничего, в принципе, вот. Сейчас разберёмся, что там да как, посмотрим, в чём проблема, в чём причина, ну, в общем, разберёмся. Сверху на карнизе два маленьких котёнка, я что-то за них переживаю, как они слезут и так далее, я что-то парюсь. Лёшка говорит, что они через окно это вылезли, и они, типа, Лёша, говорит, обратно запрыгнут, залезут, но я как-то переживаю за них, потому что, ну, они же такие маленькие, куда? Куда, ребята, ну вы что, залезайте обратно, у вас там дом, ваши мисочки, скорее всего, у вас там есть. Котятки маленькие, заходите обратно домой. А? Внимайте, котятки. И обратно. Ну, что ж, вот одно, вот второе. Если бы они ещё и лечили, и снимали боль в животе, было бы, кажется, прекрасно. А, вот всё третье. Ну, только я не знаю, делают они это или нет, потому что, ребят, знаете, у меня месячные, ну, болит на месячные, спазмит довольно сильно. Я выпила вчера три таблетки, четыре таблетки, сегодня две. Ой, это что-то щепки, это невообразимая шиба. Я собираюсь на рынок, только сначала выпила две таблетки, свету я сейчас порежу немножко, а потом пойду в сторону рынка. У нас всё болит, не маят, совсем кожа, мой. Ха-ха-ха. На месячные, эти спазмы, ну да ладно. Этот ролик я точно буду заканчивать, поэтому всем пока с этой попкой. Да. Унясь, унясь, вот это есть попочка. Хвостик с попочкой, да. Всем хорошее настроение, ребят, всем пока. И до следующих видео со мной про Ютуб я сказала, пишите в Телеграм, я вам расскажу, что к чему, как и так далее. Просто пишите в Телеграм. Это я вам расскажу. Как это сделать, чтобы с телефона работало, как сделать, чтобы с компьютера работало. Здесь в открытом доступе, к сожалению, я выкладывать такую информацию не могу, понимаете сами. Продолжение следует...